К празднику со слезами на глазах готовились целый год, ждали его с нетерпением. 71-ю годовщину с размахом отмечают во всех городах России. Люди помнят о подвигах героев всегда, но 9 мая по-особенному трогательный день. По традиции памятные мероприятия начались с возложения цветов на воинском кладбище в Симферополе. Здесь похоронены отцы, деды и прадеды, которые героически боролись за победу и светлое будущее своего народа. Без памяти побед нет нации, и самое главное, чтобы мы об этом помнили. Искажение истории, которое происходит в западном мире, оно неприемлемо для нас, поэтому мы чтим память, мы посещаем мемориалы, мы посещаем кладбище, вот как здесь военное, мы посещаем вечные огни. Это важно, и причем важно отмечать тех героев, которые не являются героями своей личной какой-то истории, а герои именно народные, которые положили свои жизни за то, чтобы Отечество осталось в своих границах, за то, чтобы оно не было порабощенным, за то, чтобы над нами с вами было мирное небо. Нет ничего важнее, чем передать историю и достоверные факты военных лет нынешнему поколению, ведь за ними дальнейшая судьба государства, и дети сегодня это понимают. Я хотела бы, во первую очередь, сказать спасибо всем тем ветеранам, которые пришли сюда. Я очень рада видеть всех тех, кто дал нам возможность жить. Я, конечно, очень им благодарна, и это праздник, это просто праздник на первом месте. Коля собирается поступать в Суворовское кадетское училище. Его праздник вдохновляет вдвойне, ведь он сам будущий защитник Отечества. Меня это вдохновляет тем, что наш Крым не дали в обиду, наши прадеды, прабабы, прадеды. У меня дедушка есть, его дед Бай, он воевал, получил под Москвой ранение и выжил после войны. У меня вообще семья военная вся, и я ей очень сильно горжусь. Хорошо, когда есть кому поделиться воспоминаниями о войне со своими детьми. В учебниках вряд ли написано о том, что чувствовали люди в то время. История не только в фактах, но и в эмоциях выживших героев. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.